Вашингтон показал явное пренебрежение международным правом, вводя против России санкции из-за так называемого дела Скрипалей. Об этом заявили в МИДе. Под вопросом и авторитет организации по запрещению химоружия. Отравление в Солсбери тема хорошо раскрученная Лондона, но так и не подкрепленная доказательствами. Но это и не важно. То, что повод для ограничения всегда найдется, Соединенные Штаты доказывали не раз. Дошло до абсурда. В Конгрессе уже приписывают Москве организацию беспорядка в Вирджинии. Год назад. Но обо всем по порядку. Павел Краснов. Тон заявления российского МИДа получился непривычно жестким. Очевидно, бесцеремонность американцев, которые, не моргнув глазом, связали новые санкции с делом Скрипалей, настолько возмутила российскую сторону, что дипломаты решили отбросить обтекаемые формулировки. В Вашингтоне ставят под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений. Там предпочитают игнорировать тот факт, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с КЗХО Конвенцией по запрещению химического оружия. Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ. Дело Скрипалей, прогремевшее в марте на весь мир, оказалось настолько неоднозначным, что теперь о нем, похоже, стараются реже вспоминать даже в Лондоне. То, что Вашингтон решил вытащить его на свет, увязав при этом с очередной волной санкций, наносит удар по международному режиму контроля за химоружием, убеждены в НИДе. А фактически ультиматум, предъявленный Москве, либо согласие на новые проверки, либо второй пакет санкций, как будто нарочно составлен так, чтобы Россия даже не думала о его выполнении. Вся история с так называемыми антироссийскими санкциями вписывается в ту логику русофобии, в которой сегодня активно развиваются политические процессы внутри США. И в том числе русофобия чуть ли не основная тема избирательной кампании, которая сейчас полным ходом идет в США по выборам, по промежуточным выборам в Конгресс. В своей склонности к русофобии американские политики порой доходят до абсурда. Россию уже обвиняют в причастности к беспорядкам в Шарлоттсвилле, случившемся год назад. Тогда снос памятника герою гражданской войны США привел к столкновениям между сторонниками и противниками этого решения. В свое время в интернете уже высмеивали стремление Вашингтона обвинять Москву во всех грехах. В сети появилась серия забавных картинок с подписью «Это сделали русские». Теперь политики в США дают новый материал для такого творчества. А одной из жертв антироссийской кампании становится президент страны, не способный выполнить обещания о нормализации отношений с Москвой. Как только Трамп искренне, я в этом уверен, пытается наладить отношения с Россией, например, последняя встреча его с Путиным была успешной, его противники в Америке немедленно контратакуют, вводят новые санкции, в том числе заставляют и его вводить. В противном случае говоря, раз не введешь новые санкции, значит, детенька, ты все-таки русский шпион. И получается, смотрите, мы хотим нормальных отношений, он тоже хочет. Но чем больше он этого хочет, тем хуже получается для двусторонних отношений за американской внутренней политикой. Неслыханное дело. После встречи в Хельсинки конгрессмены даже пытались вызвать на допрос переводчицу, чтобы выведать у нее подробности переговоров Путина и Трампа. Американское издание Bloomberg пишет сегодня, что санкции против России не будут эффективны, если их не поддержит президент США. Вполне вероятно, Трампу ничего другого и не останется, а России придется на эти санкции ответить. Хотя все еще не ясно, как и главное, на что отвечать. В Кремле сегодня дали понять, что ответ будет дан, когда со своими действиями определятся американцы, пока санкции были только анонсированы. Не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверное, некорректно. В то же время Дмитрий Песков напомнил, в международных отношениях существует принцип, ответ на действия иностранного государства должен быть зеркальным. Павел Краснов, Елизавета Волчегорская, Дарья Рыбакова и Станислав Оплетин, Первый канал.